Идем. Я забросила вещи в стирку. Идем забирать. Вот за мной вагончик. Это кухня. Внутри видео будет обязательно. Сейчас я еще немножко покажу территорию. Сейчас пасмурно. Вот такие вот лужицы здесь стоят. Это я иду со. Учатки, которые называются Беверли. Вот здесь внизу железные вагончики. Эти вагончики, когда жарко, они очень нагреваются на солнце, когда холодно. Но ночью здесь всегда стоят, когда не жарко. И у людей здесь стоят обогреватели. Я знаю. По-моему, это самое ужасное место, которое можно снять в этот дом. Мне кажется, он для каких-то видов. Ни разу у меня была в этом доме. Мы не знали, что это. Вот этой барбекюшниками тоже ни разу не пользовались. Ни разу не через эти стены. И вот клубничное поле, которое рядом с тем, здесь, это термое. Это здание, в котором расположены индивидуальные душевые. И большая кухня, о которой мне очень нравится. Вот это биотуалеты. Они, кстати, относятся к этим вагончикам в этом доме. Заходим. Мы сейчас сюда. И вот две стиралки стоят. Мои вещички постирались. Да, постирались мои вещички. Моя ковтенка жужжет. Я вам хочу показать, какие здесь у нас душевые кабины. Вы бы хотели мыться в такой душевой кабине? Ух, я точно нет. Их здесь довольно-таки много. Я думаю, кто застолбил за собой, может где-то вымыл. Я не знаю, вымыли здесь или не вымыли. Ну, да, вот здесь кто-то привел в порядок. Вот эти дешевые. Здесь где-то кто-то течет. Я мыла здесь один раз. Нет, вру два раза. И два раза была горячая вода, просто кипяток. Так что, здесь один идем на большую кухню. Из этих душевых кабин выход на кухню. Морозильная камера довольно-таки большая, но если на человек 30, то не очень большая. Здесь есть две микроволновки. Некоторые люди арендовали себе столики и здесь загвоздили их своими продуктами. Знаете, мне нравится эта большая кухня. Минус в том, что нужно не забыть собрать с собой все, что ты хочешь на этой кухне, чтобы готовить. Здесь есть и холодная, и горячая вода. Сначала горячей воды не было, когда мы приехали. Но, знаете, сегодня у меня тоже походу нет. В общем, хочу есть, хочу нет, называется. Но нельзя себя забить какую-то. Это тряпочка, что есть для добрых человек. Я, ха-ха-ха. Нельзя забить себе какую-то плиту или раковину. Все общее. Мусорница. Спасибо тому, доброму человеку, который купил мусорный пакет. Мусор сейчас не безобразно. И здесь терраса. В солнечной праздной погоде здесь замечательный. У нас воздух свежий. И вид просто чудесный с этой террасой. Мне очень нравится. И здесь мы тоже кушаем шашлык. Я, возможно, сейчас упускаю какие-то моменты. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Спрашивайте в комментах. Все, что интересно. Если вы считаете, что это даже мелочь, все равно спрашивайте. Чем больше у вас будет информации, тем больше вы будете готовы к этому подвигу. Собираюсь в вещички. Пошла сушить. Не знаю, правда, как в эту погоду получится. Были сушилки. Одна сушилка. И их конфисковали. Сказали, что сейчас я-то вам сушить не нужны. Будем сушить как-нибудь в эту погоду. Продолжаем наш обзор. Фермы Ранта Марья. Или почему-то ее называют еще Тимаранта. Тимаранта. Ну, кстати, да. Мирохозяйка. Тима хозяин, может, поэтому Тимаранта. Это место обитания называется Эдем. И не такой контраст температур здесь. Ночью здесь не замерзаешь. Ух! Мое первое место пребывания. Где мы жили четвером в комнате. Сейчас я смогу вам сделать обзор того, что там происходит внутри. Конечно, фантастика. Когда живут здесь две семейные пары. Когда дождь, это просто катастрофа. Веревочки, повешенные нами. И вот такая комнатка. Перестановку можно делать как хотите. Один шкаф на двоих человек, холодильник на четверых. Вот второй шкаф, вот и вся комнатушечка. И вот такая тумбочка. Но она только здесь, только в этой комнате. Биотуалеты. От которых в ясную солнечную погоду воняет просто. Запах стоит ужасный. И здесь кухонька, которая местная, маленькая кухонька. Если учесть все эти комнаты, на которые рассчитана эта кухонька. Уху! Жизнь удалась. На этой кухоньке только у нас. Трички. Две. Две плиты. Вот, целых три стола. И один умывальник. И один. И один. И один умывальник. И одна микроволновка. Вот, эта фурнитура висит здесь. Просто потому, что висит. И движемся. Движемся дальше. Вторая сторона. Она точно соответствует там, где была моя первая. Это же ее хозяйки. А это главный офис. Мне бы очень хотелось вам показать еще душевую общую. Но я не знаю, удаст ли мне это сделать. Ой. Это у меня уже от работы. Просто штормит влево-вправо. Или вправо-влево. Не знаю. Когда меня штормит, куда-то штормит. Кстати, лайфхак о постилке. Если женская и все занято, можно стирать в мужской. Правда, должен попасться на глаза Наде. Ну, или мы с мужем, тогда вообще проблем нет. Вот. Там, по-моему, кто-то есть. Я сейчас загляну. Заглянула. Там кто-то есть. И поэтому мы уходим в Асваяси. Вот это место, где можно мыть сапожки. Коротеньки. Чтобы привести их в порядок. Осматривайте эти достопримечательности. Я не знаю. Спрашивайте, что хотите. Спросите. Где я говорила, живу? Баверли? В общем, Баверли, наверное. В общем, движусь я к Баверли. Кто-то передвигается даже на велосипеде. Кстати, велосипед. Велосипед выдают. Один на двоих. Думаю, если очень надо, в конце сезона можно уже и каждому. Вот в этом ангаре, который за мной, происходит приемка ягод. и грибок. Кстати, сейчас пойдем и узнаем, что там, что там сдал мой мужуняк сегодня. Каких он насобирал грибочков. Я вам показываю Баверли сейчас. Автопарк местный. И вот это домики. Домики, кухонька. Сейчас мы доберемся к этой кухоньке. Знаете, мне кажется, что здесь просто мозг настолько расслабляется, что прекращает даже думать. Здесь нет нагрузки для мозга, может, для людей. Я не знаю, мне ее не хватает. Кто-то сушит свои дождевички. Людочка. Вот эта кухонька без света. Живем счастливо. Здесь, в принципе, у себя хорошие. Две плиты. Умывальник. Замечательный умывальник, который перемонтируем. Умывальник, микроволновка и, короче, жить счастливо. И Лешечки. И вот. Движется по проходику. Ну, теперь я должна вам сделать обзор на этот домик, который кажется шикарнейшим, шикарнющим, я не знаю. Заходим. Заходим. Вот этот шкаф мы перевернули и сделали из него комод. А-ля комод. Кроватки мы сделали. Большим огромным ложем. А что ли кем ароматный кофе? Этот ароматный кофе. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вы знаете, что я сейчас тебе говорю? Этот ароматный кофе, который уже отдохнул. О, с кусочком. Вы знаете, когда ты уставший и ночью просто только лег на кровать, положил голову, то ни машин, ничего вот этого шума, вот то, что здесь сейчас проносится, вот такие местные движухи, кстати, в ночи ничего здесь не слышно. Да, Гайси, жизнь удивительная штука, и ее, прошу, надо весело. Я готова вам показать, что здесь происходит. Вот наша душевая. Говорят, что ее зачистили. Ну, я верю, но когда здесь купается, не знаю, сколько может, 200 человек, здесь душ на пятерых, и 200 разных машин, и одна из них, она не рада. Вот такая комнатушка, приветики, и одно зеркало на всю ферму. Через неделю мы уезжаем отсюда. Я просто очень сильно соскучилась по сцену, соскучилась по той жизни, которой я живу, я хочу сказать, если честно. Да, очень сильно соскучилась, поэтому я не могу сказать, чтобы это было самое-самое ужасное место и время в моей жизни. Нет. Но я хочу в Беларуси, я хочу... Наш посадик, это туалет в Боверли. Название этого райончика с шести домиками. Я вам должна показать, правда? Вроде все неплохо, в принципе, но в сегодняшний жаркий день невыносимая вонь. Я тоже должна это вам признать. Вот автобусик, на котором мы катаемся. Итак, место, где... Еще одно место, где обитает Беларусь, это вот эти жестяные вагончики, которые, как и домики на Боверли, невероятно нагреваются на солнце и остывают ночью. В этом амбаре они сушат свои вещички. И здесь их автопарк, припаркована куча великов. А здесь, в этом амбаре, у них проходит подготовка черники. И здесь они занимают черничным бизнесом. Что здесь за куча таких шкафов, я не знаю, если честно. Ох, какие там колеса. Но зато, когда дождь, есть крыша, где спрятаться и заниматься изборкой черники. Это приехали наши ребята с клубники. Закончили рабочий день на сегодня. И здесь наш еще один райончик. Я здесь вообще ни разу не была. А в этом году здесь живут ребята из Украины. Вот здесь. Даже не знаю, сколько здесь у них домиков. Но здесь у них немножко по-другому, чем у нас там. В нашем местечке. Я так понимаю, это один длинный дом. И здесь в нем много-много комнат. Это какой-то литрый один домик. Ага, вот это что-то похоже на то, где живем мы. Да. Вот так вот. И мы куда-то уперлись в тупик. Интересно, а туда куда-то можно пройти? Походу, там уже какое-то поле. Настоящее поле. Поэтому мы сейчас с вами вычепаем на дорожку и возвращаемся. Уматывайся. 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 Там еще дома был дома. Я туда не дошла, но ладно. И вот мы вышли с обратной стороны дома. Хотя вот здесь и не обитает. вот эта дорога. Я не могу сказать, что длиною в вечность. Нет, но длиною в два с половиной месяца. Туда-сюда. Туда-сюда. Каждому из вас много-много бесконечного позитива в каждом новом дне. Всех люблю. Наверное, это сегодняшний солнечный день влияет на меня так. Уважительно. И на каждого из вас я в это верю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok